Посланник Аллаха Сегодня о лжи, о запретности лжи Ложь или неправда По сути является одним из самых мерзких поступков И никто не любит лжецов И общество, в котором есть ложь Или семья, в котором есть ложь В нем исчезает доверие И соответственно исчезает любовь И это общество, оно идет к развалу И к своему краху И именно поэтому посланник Аллаха Не мог обойти эту тему стороной И существует очень много хадисов Из его изречений В которых он предупреждает нас От этого порока В хадисе, который имеется в изборнике Имама Бухари и имама Муслима От Ибн Асуда Радья Аллаху передается, что посланник Аллаха Сказал Правдивость или правда ведет к благочестию А благочестие ведет в рай И человек продолжает говорить правду Пока не будет написано у Всевышнего Аллаха Как правдивейший, садык А ложь ведет к нечестию А нечестие ведет в ад И человек будет продолжать говорить ложь Пока не будет написано у Всевышнего Аллаха Как отъявленный лжец Этот хадис нас явно предупреждает об опасности лжи. А Аиша, ради Аллаху Анга, передает, что для сподвижников самым ненавистным и самым неприятным было слышать, когда кто-то говорил ложь. И они не могли успокоиться, пока не услышат или не узнают, что человек, который солгал, покаялся перед Всевышним Аллахом. Однажды посланник Аллаха обращается к своим сподвижникам, спросил, не рассказать ли мне вам о самых великих грехах? Это предавание Аллаха Тааля святоварищей и ослушание родителей. А затем он привстал и начал говорить. И лживое слово, и лживое свидетельство, и лживое слово, и лживое свидетельство. И он так долго это повторял, что сподвижники подумали, о, скорее бы он прекратил уже. То есть посланник Аллаха, салам, здесь сделал акцент на важность вот этого момента, на греховность этого поступка, сравнив это с предаванием Всевышнего Аллаха Тааля святоварищей и ослушанием родителей. Также на греховность данного поступка указывает то, что посланник Аллаха, салам, часто говорил о наказании. О наказании тех, которые лгали при жизни. В судный день их будут подвергать мучениям. И в джиханнаме, в аду, они будут рядом с лицемерами. И что касается лицемеров, то посланник Аллаха, салам, описывая их, говорил, что у лицемеров есть три явных признака. Когда они говорят, они лгут. Когда они что-то обещают, они нарушают свое обещание. А когда им что-то доверяют, они ведут себя безответственно и не заботятся оверенно им. Ложь запрещена даже в мелких проявлениях. Однажды передает Абдуллах ибн Амр, что его мать подозвала его, сказав, «Абдулла, подойди ко мне, я тебе что-то дам». Посланник Аллаха, салам, услышав это, спросил у нее, у матери Абдуллы, «А ты действительно что-то хочешь ему дать?» Та ответила, «Да, у меня есть финики». И тогда посланник Аллаха, салам, сказал, «Если бы это было бы не так, то ты была бы написана у Всевышнего Аллаха как лжец». Ложь запрещена даже в шутку. И посланник Аллаха, салам, предупреждал, что человек, который прибегает ко лжи, чтобы увеселить народ, чтобы рассмешить людей, пророк, салам, обещал такому человеку ад. А в другом хадисе посланник Аллаха, салам, обещает место в раю тому, кто оставил ложь даже в шутку. Итак, почему была запрещена ложь? Из-за своих последствий, из-за своих горьких и разрушительных последствий. Но бывает так, что ложь, она уместна и нужна. То есть, если ложь ведет к сближению людей, то в таких случаях она допустима. Если человек хочет подружить и примирить обе стороны, и он не может это сделать, кроме как прибеганных ко лжи, то в таких случаях это допускается. Также человек иногда вынужден выйти из ситуации, на что Амар ибн Хаттаб сказал, что иносказание, то есть говорить одно, а подразумевать другое, оно спасает человека от лжи. Иногда можно прибегать к этому, если в этом есть польза. Если в этом есть польза исламская, но не выгода мирская. Итак, дорогие братья и сестры, будем помнить о наставлениях, посланник Аллаха, и о предупреждении Всевышнего Аллаха Тааля относительно лжи и других грехов, словесных грехов. И будем помнить то, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Жиза ком ла хэр, ассалам алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.